Ещё три месяца назад российские дилеры открыли приём заказов на внедорожнике Land Rover Defender нового поколения. Это были машины из первой партии, которая включала 130 богато оснащённых экземпляров. В приветственный тираж попали трёхдверные Defender 90 и пятидверные Defender 110. На выбор предлагались только средние комплектации. О широкой публике была объявлена только начальная цена — 4 млн 512 тыс. рублей. И вот теперь покупателям стали доступны абсолютно все модификации. Базовая пятидверка будет стоить чуть больше 4 млн. рублей. За эти деньги полагаются адаптивная пневмоподвеска, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камеры кругового обзора плюс многочисленные подогревы, не считая запуска автономного обогрева двигателя и салона через приложение на смартфоне. Интересно, что для трёхдверного Defender'а стартовой назначена гораздо более богатая комплектация за 4 млн 300 тыс. рублей. Ну а топовые Land Rover'ы — это сразу 7 млн. Притом посетителю автосалона за дополнительную плату вдобавок предложат один из четырёх пакетов аксессуаров, а также 170 позиций из каталога индивидуальных аксессуаров. Но цены не останавливают фанатов модели. Автосалоны отмечают ажиотажный спрос на этот автомобиль. Российский офис марки «Инфинити» явно промахнулся, предлагая двухдверку Q60 за 4 млн 300 тыс. рублей. Но теперь ради удешевления модель откажется от трёхлитрового V6 отдачи 400 сил. Вместо него купе примерят двухлитровый турбомотор вдвое меньшей мощности. Зато цена разом снизится почти на миллион рублей. Также стали известны цены на обновлённую Хонду CR-V. Сюрприза не случилось. Машина подорожала примерно на 50-100 тыс. рублей. Базовый ценник на уровне 2 млн 300 тыс. явно не поднимет популярность японского кроссовера. При этом топовые комплектации теперь стоят под 3 млн рублей. А это значит, что вчерашний бестселлер российского рынка окончательно сохранит за собой статус нишевой модели для настоящих фанатов.